Итак, давайте начнем. Наш сегодняшний такой небольшой семинар-вебинар, примерно где-то на 2-2,5 часа, ну как пойдет. Итак, тематика у нас с вами сегодня, вы видите, управление IT-разработкой в части определения и реализации требований к IT-продукту. Ну, в общем-то, вы, наверное, я так предполагаю и догадываюсь, что, наверное, более или менее в теме, знаете и понимаете, что сейчас эта тематика такая достаточно модная, достаточно современная. Организовать управление IT-разработкой через продукты. Есть проектное управление, есть управление IT-сервис-менеджмент, есть продуктовое управление. Это не взаимно противоречивые вещи, а как бы разные грани одного и того же процесса. Для того, чтобы продукт создать, нужно реализовать проект. Созданный продукт в ходе эксплуатации нужно обслуживать. Это IT-сервис-менеджмент. В ходе обслуживания выявляются какие-то новые требования к продукту, их нужно реализовать. Значит, опять-таки, нужно реализовать какой-то, будем говорить про это, не будем уходить в какие-то пока более высокие области, типа программ, портфель и так далее. И вот кто-то за этим продуктом должен, что называется, следить, чтобы не получилась та самая известная ситуация про семенеджмент. Когда продукт вроде есть, кто-то сделал, говорил, мы сделали, пользуйтесь, кто-то эксплуатирует, говорит, но он же работает. А пользователям то каких-то новых функций не хватает, то что-то неудобное и так далее. То есть кто-то должен быть одним таким ответственным. И вот на этом стыке возникло и сейчас очень активно развивается такое понятие, как продуктовое управление. Возникло оно, конечно, не вчера, оно возникло достаточно давно, но сейчас такая, скажем, вторая жизнь своего рода. Ну и вот, соответственно, и в рамках специалиста выпущен новый курс, я потом покажу, как раз два дня, посвященные методологиям управления продуктом на базе таких практик того же Гугла, того же Майкрософта. Ну, строго говоря, Майкрософт пользуется практиками Гугла. Ну, а наше с вами вот такое краткое мероприятие, посвященное узкой тематике, да, вот попробуем поговорить, как будет наше с вами мероприятие организовано. Буквально несколько слов. Понятно, что такой чистый вебинар, не совмещенный с практикой, с занятиями в классе, это немножко всегда такое мероприятие, где больше говорит ведущий, то есть в данном случае я. Но, тем не менее, чтобы не заскучать, я вам в ходе нашего сегодняшнего вебинара предложу пару тестов, чтобы оценить, как вы мыслите и как ваши мысли и ваш опыт соотносятся с теми практиками, которые сейчас считаются лучшими. С тем, мы не знакомы, давайте я представлюсь и показываю свое фото, видео, не знаю, транслировать, наверное, не буду. Ну, что показывать говорящую голову не очень всегда интересно. Меня зовут Даниил Динс, я, в общем, в этой области больше 25 лет работаю. Основная моя сейчас специализация, это как раз управление портфелями продуктов, это и в специалисте портфели, вот как раз связанные с такими виртуальными форматами обучения в разные продукты. Это и в компании, которая занимается разработкой, тоже оттуда примеры покажу. Вот, то есть я занимаюсь больше уже портфельным курированием. У нас с вами тематика такая достаточно специфическая. Это именно управление одним IT-продуктом и конкретно, как организовать сбор требований и контроль их исполнения в рамках одной итерации. На какие источники мы с вами будем опираться? В общем-то, в области IT сейчас, конечно, наиболее популярным являются так называемые адаптивные методики, да. Поэтому, естественно, это манифесты Джайла. Если кто еще не знает, не сталкивался, год до полтора или два назад вышел профессиональный стандарт Российской Федерации, который так и называется тоже, менеджер IT-продукта. Вот, если будет интересно, я покажу, где его взять, ну а подробно мы его как раз будем вот рассматривать на курсе, который будет в конце сентября. Другдневный курс, такой по 8 часов каждый день интенсивный. Это всем известный PM-бокс, вот знаний по управлению проектами Project Management Body of Knowledge. Но вот здесь что нужно сказать. Вообще, PM-бок, конечно, исторически базировался на таких водопадных моделях, что, собственно, совершенно не противоречит концепции продукта. Но где-то вот почти три года назад они выпустили такое специальное расширение именно по ведению проектов в области программного обеспечения, собственно, как вы видите здесь по названию. И там как раз очень большое внимание тоже уделено адаптивным разработкам. Соответственно, ну действительно это правильно, потому что, тоже вот мы сейчас с вами поговорим, это всегдашнее такое противоречие между тем, что с одной стороны заказчик хочет получить данные, когда будет сделано, сколько будет стоить, но далеко не всегда готов, что называется, до последней там запятой, до там точного цвета определить, как что он хочет, чтобы выглядела там какая-то форма, какой-то отчет там и так далее. Да, и вот этот стык, он всегда довольно проблематичный. Вот как раз в рамках вот этого расширения для софтверных проектов очень хорошо рассматриваются комбинации между классическими водопадными иерархическими моделями планирования и как в них встроить вот эти гибкие подходы, то есть взять лучшее из одного и из другого. Я немножко и на сегодняшнем нашем вебинаре коснусь, а в общем мы достаточно подробно все это рассматриваем. Ну вот если видели, тоже потом в конце покажу курс по управлению IT-проектами, пятидневный, очень подробный. Вот он, кстати, как раз в понедельник ближайший стартует, поэтому вот имейте в виду. Там как раз тоже один из основных источников. Ну и естественно международные различные стандарты, ИСО, ГОСТы на основе ИСА. Вот и вот такой есть очень хороший стандарт, тоже мы его на курсе по управлению IT-проектами разбираем. Я по нему уже лет, наверное, семь работаю. Стандарт Института инженеров электроники и электротехники называется Software Body of Knowledge, да, то есть свод знаний по управлению программным обеспечением. Тоже очень полезный стандарт и с очень хорошими шаблонами. Шаблоны, если кто, ну может мой сайт видели, вот здесь на сайте есть демонстрационные материалы шаблона. Вот как раз оттуда очень много взято шаблонов из вот этого стандарта. Соответственно в презентации тоже слайд есть. Оп, что это у меня недоступен. Да, вот планы управления проектом, спецификации требований, источники требований, управления конфигурацией. Вот эти вот все документы, они выложены. Ну и естественно в рамках курсов мы их тоже подробно рассматриваем. Мы немножко коснемся сегодня. Вот собственно на чем мы основываемся. То есть нет какого-то сейчас такого единого стандарта по управлению продуктом. Нет, это вот как я в самом начале и сказал, это действительно некая такая комбинация. Это ответственный за продукт, за товар. Вот кто отвечает перед заказчиком, перед пользователем. Пользователем, пользователями за то, чтобы некий IT-продукт был, существовал, работал и в конечном итоге приносил пользу. Ну и вот собственно что же такое, что же такое IT-продукт. У IT-продукта есть три основные характеристики, да, вот как у любого продукта. Во-первых, это всегда бизнес-решение, то есть оно должно приносить какую-то пользу. В термину бизнес здесь нужно относиться с такой достаточно широкой точки зрения, с широким пониманием. Есть конечно IT-продукты, которые не нацелены на извлечение в прямую прибыли. Это могут быть разного рода социальные продукты. Ну вот в частности в рамках своей линейки продуктов по аудио решения выпускаем продукт социальный. Для слабослышащих людей, которые, чтобы они могли использовать, скажем, там свои смартфоны в качестве виртуальных слуховых аппаратов. Таким образом там разговаривать по скайпу или вот так же участвовать в вебинарах и так далее. Вот. Это все равно бизнес-решение, потому что он все равно решает определенную задачу. Пусть не коммерческую, но решает задачу, которая несет определенную нагрузку. Дальше это решение должно быть обслуживая. Это решение должно быть обслуживая. Так называемый есть термин в ITIL Service Ability. Serviceable solution. Потому что, ну понятно, продукт сделали, а что с ним дальше делать? Дальше нужно иметь возможность его сопровождать, помогать пользователям, иметь документацию, устранять возникающие какие-то баги, потому что без багов никаких продуктов не бывает. Если будете устранять все баги, да, никогда продукт вообще на рынок не выйдет. Нужно дорабатывать какие-то новые возникающие требования уже по ходу эксплуатации. А это уже означает, что решение должно быть способным к развитию. Понятно, опять же, банально, но тем не менее, чисто экономически, чисто экономически. Вы же не будете с нуля каждый раз делать. Нет, есть нормальная политика. Версия 1, версия 1.1, версия 2, релиз 2.1.1, релиз 2.1.2 и так далее, и так далее, и так далее. Вот подобного рода политики они существуют, значит, решение должно быть открытым к развитию, должно иметь возможность развиваться, то есть включать в себя какие-то новые функциональные свойства, быть способным к увеличению нагрузки, если компания расширяется, ну и так далее, и так далее, и так далее. В чем специфика именно IT-продуктов? Почему такое продуктовое управление сейчас наиболее популярное именно в IT-опласти? Ну, во-первых, большая роль внешней зависимости. Все-таки большинство решений, они сейчас так или иначе ориентированы на сеть. То ли интернет, то ли внутри корпоративные какие-то сети, то ли специализированные сети и так далее. То есть большое количество внешней зависимости. Ну, хорошо, вы, наверное, кто-то занимаетесь разработками модных сейчас решений для мобильных систем. Ну, вот давайте я раз упомяну, покажу вот это решение, скажем, для слабослышащих, оно тоже там для смартфона. Для того, чтобы выложить в App Store или в Google Play, нужно соблюдать определенные требования. Вот эти внешние какие-то ограничения. Особенно там в App Store есть какие-то проверки. Для того, чтобы сделать драйвер для Windows, там тоже нужно определенным образом строить. Тоже есть определенные требования. Требования там к каналу, ну и так далее, и так далее, и так далее. Достаточно широкая аудитория. Ну, эта специфика срабатывает, конечно, не всегда. Она в основном характерна, этот фактор в основном характерен для продуктов, которые вот такие массовые, да. То есть действительно там App Store, Google Play, там для Windows Phone решения, хоть они пока не очень распространены, там, ну и так далее, и так далее, да. Если это какое-то внутрикорпоративное решение, понятно, что аудитория ограничивается, ну, вашими сотрудниками, возможно, клиентами, поставщиками и так далее. Продвинутые пользователи. Как бы к этому скептически не относились, все-таки общий уровень такой грамотности, осведомленности, как хотите это можете назвать, он повышается. Все-таки там с гаджетами сейчас все ходят, по кнопкам или по экрану попадать умеют, свое мнение имеют, да, вот если раньше говорили, все разбираются. В футболе и в медицине сейчас еще все разбираются в том, как надо делать приложения для гаджетов, да, как они должны выглядеть. Если вы хотите, чтобы ваше приложение, ваш продукт, что называется, взлетел, а не вылетел с рынка, значит, эти хотелки придется каким-то образом учитывать. Виртуальные команды. Да, действительно, разработка сейчас очень часто ведется командами, которые удалены. Я вот даже сейчас сталкиваюсь, когда приходится подбирать персонал, с тем, что у очень многих разработчиков просто абсолютное требование. Я буду работать из дома, я не хочу работать в офисе. В принципе, на мой взгляд, это совершенно нормально, потому что главное, что в этой ситуации? В этой ситуации главное результат, а не факт, что человек там пришел, где-то отметился, где-то отметился на работе. Да, это, в конце концов, не столь важно. Но для организации работы виртуальных команд есть свои сложности. В рамках нашего сегодняшнего семинара я на этом подробно останавливаться не буду, потому что, ну, это понятно, у нас время ограничено. Но это нужно иметь в виду. И вот на самом деле, я подошел к самому такому пункту, мотивированные разработчики. Все, что мы дальше будем с вами говорить, все рекомендации, особенно те, которые заложены в манифесте Agile, те, которые в PMBOK, в документе по управлению сатверными проектами заложены, они исходят из того, что вся команда замотивирована на положительный результат, то есть на то, что продукт будет эксплуатироваться, пользователи будут довольны, продукт будет приносить отдачу. Здесь вот четко нужно понимать, если этого не будет, то все следующие рекомендации, они имеют очень низкую ценность. Если у вас разработчики трудятся, что называется, из-под палки от сих до сих с 9 до 18, вот, то тут лучше применять такие максимально жестко авторитарные модели управления, иначе вообще ничего не будет заработать. Поэтому тут тоже нужно понимать свою команду, не просто говорить, о, ура, в манифесте Agile написано, так 70% работают. 70% может и работают, или заявляют, что работают. Всегда нужно смотреть на специфик. Ну и вот здесь давайте мы с вами сделаем первую небольшую паузу. Вы можете задать свои вопросы или какие-то там пожелания, а я вам пока хочу предложить как раз как заготовку к следующему шагу. Небольшой, небольшой тест, небольшой тест успех продукта. Чем определяется успех продукта? Вот попробуйте ответить, как бы вы оценили, какой основной фактор будет определять успех продукта. А я как раз посмотрю ваши вопросы и по ходу потом попробую обсудить. Ну что, на самом деле правильный ответ, правильный ответ это удовлетворенный заказчик. Это основной, конечно, критерий успешности продукта. Ну вот я вижу, кто-то здесь пишет, довольный пользователь, довольный гендир. Ну, тут вопрос такой, довольный, если гендиректор заказчик, то да, если заказчик не он, то не обязательно. Кстати, достаточно типичная ошибка всегда пытаться ориентироваться на генерального. Знаете, здесь нужно четко очень понимать, в очень многих случаях генеральному директору довавшего продукта, честно скажем, дела никакого нет. Дистанция огромного размера, если цитировать классиков. Потому что гендиректор отвечает за совершенно другие показатели. Его интересует в целом работа компании и показатели. Отдельно взятый IT-продукт далеко не всегда, далеко не всегда впрямую влияет на вот эти вот показатели. Да, то есть это, в общем, совершенно, совершенно, так скажем, необязательный фактор. Но возможный, но возможный. Игорь, вот вижу, вы спрашиваете, как замотивировать разработчиков? Ну, собственно, я уже сказал, это на самом деле абсолютно отдельная тема для разговора. Она не относится к нашей сегодняшней, потому что про это можно говорить свои отдельные два дня. Если говорить об IT-продуктах, вот, в рамках agile подходов, адаптивных подходов, как правило, это собирающиеся команды, которые делают продукт, который им интересен. В силу своих каких-то профессиональных амбиций, желаний развития и так далее. Если говорить об IT-продуктах, которые разрабатываются в рамках компании в качестве корпоративных заданий, это стандартные способы мотивации, как-то карьерный рост, как-то знакомство и вовлечение в какие-то современные методологии. У меня был в практике случай в очень крупной, ну, я бы даже сказал, в крупнейшей российской фармкомпании, когда я консультировал проект по реорганизации работы IT-службы, их IT-директор своему персоналу так и сказал, ну, как что вы получите? Вы получите в резюме строчку, что вы обладаете опытом работы в соответствии с лучшими международными практиками IT. То есть вы не просто там в какой-то компании работали, вы работали в компании, которая применяет IT, которая там на какой-то момент прошла соответствующую сертификацию и так далее. То есть человек может и приобрести, и подтвердить свой профессиональный опыт, и для него это тоже может быть мотивацией. А может быть вполне и такая ситуация, что та самая работа с 9 до 18, но тогда это для организаторов, для управленцев задача, как раз какие подобрать в таком случае методологию управления. Как раз вот адаптивные продуктовые методологии в этом случае могут и не сработать. Даже, я бы сказал, с высокой вероятностью не сработают. Итак, резюмируя наш опрос и наше обсуждение, на основным критерием успешности продукта является довольный клиент. Причем вот это очень важный момент, именно довольный клиент или заказчик. Клиент и заказчик в данном случае одно и то же. Довольный пользователь – вещь желательная, но не самая основная. Все-таки деньги платит заказчик и вкладывает заказчик, и он хочет получить отдачу. Удовлетворенная команда, разработки. Да, это тоже желательный фактор, как раз тесно связанная вещь с мотивацией. Но, естественно, это тоже далеко не самое главное, не самое важное. Ну и вот, собственно говоря, теперь переходим к вопросу, а как этого добиться? Какие основные пути рекомендуются в рамках продуктовой разработки? Это регулярное взаимодействие с клиентом и с пользователем. Не только на этапе сбора требований, а фактически сбор требований происходит итеративно, естественно, оставаясь в каких-то общих рамках на протяжении почти всего жизненного цикла продукта. Это открытые коммуникации в команде, то есть каждый с каждым, чтобы люди знали, кто что делает. Это, кстати, тоже приводит к определенной специфике разработки для того, чтобы вот эти открытые коммуникации не превращались, что называется, в общий базар и болтовню. Команды желательно, чтобы были относительно небольшие, 5-7 человек. Ну классический принцип управляемости, где-то до 7 человек. Поэтому если продукт крупный и требует объективно большего размера команды, то обычно идут по пути декомпозиции. Ну я об этом на других семинарах таких говорил или на курсах. Мы об этом, естественно, говорим подробно. Это уже другой путь. Это либо через программы, либо через декомпозицию на вот такие мини-продукты. Но каждая вот такая самоуправляемая команда желательно, чтобы не превышала 5-7 человек. Иначе она уже станет плохо управляемой. Ну вот про инициативную команду мы уже говорили, но это во многом. И опять-таки возвращаясь к вопросу Игоря. Еще и свойства человека, самих людей, кто в этой команде. То есть все-таки, к сожалению, сколько бы мы ни говорили, что люди должны быть мотивированные и инициативные, это не всегда возможно таких подобрать. Всегда есть кто-то инициативный, всегда есть кто-то, кто работает, ну просто потому что вот надо. Готовность к изменениям в ходе эксплуатации продукта и в ряде случаев в ходе его реализации. Тут очень, конечно, тонкий момент. Но чуть дальше мы о нем немножко поговорим, а подробно вот как раз в курсе управления IT-проектами. Потому что если все время менять, вот я хочу, я хочу, я хочу продукт, можно никогда не выпустить. Все время только удовлетворять хотелке пользователей или заказчиков, и продукт никогда не выйдет. Вот, или вообще какая-то хотелка будет просто невозможна. У меня как-то один раз такое в практике было, что заказ одного отчета привел к необходимости полной переработки архитектуры проекта. Ну почти полной. Вы знаете, заказчик думал, сейчас он этот отчет за три часа сделает, а в результате он получит трехмесячную задержку. Вот поэтому в чистом виде agile практикам тоже надо очень аккуратно относиться, вот в замок комбинация какая-то. А вот для того, чтобы изменения были не хаосом, нужен процессный подход. Что такое процесс? Процесс это регламентированная последовательность типовых действий. Ну, например, да, каждый заказ, каждый заказ, там, новой какой-то фичи, он, естественно, индивидуален, но процедура его получения, согласования, одобрения, передачи в разработку, самой разработки, согласования в тестировании, выпуск-продажа. Вот все эти шаги, они могут быть регламентированы. И вот это как раз приводит к тому, что изменения уже не к хаосу ведут, а могут вполне нормально реализовываться. Так вот, если мы говорим о том, что требуются какие-то постоянные вот такие, готовность к регулярным изменениям, Я еще раз подчеркиваю, мы не говорим об изменениях в ходе проекта, мы говорим об изменениях на всем жизненном цикле, на всем жизненном цикле продукта. То нужно иметь, нужно иметь некую систему сбора требований. Эта система сбора требований, на самом деле, не зависит от типа планирования. Вот Игорь, опять, сейчас пишет, что речь идет о водопадном подходе к жизненному циклу или там. Нет, на самом деле. На самом деле, вот сейчас все эти священные войны между водопадными и адаптивными подходами, они постепенно сходят на нет. Как вот сказал один неглупый человек недавно, мне очень фраза эта понравилась. По большому счету, вся разница между водопадом и скрамом сейчас сводится в дискуссии о приемлемой длине итерации. И я с этим полностью согласен, потому что комбинируя достоинства обоев подходом, сейчас вот приходят, как всегда, к чему-то вот такому, нельзя сказать среднему, а, наверное, именно такому скомбинированному. Да уж, извините за повторение, за павтологию. Поэтому какие-то ключевые параметры, они должны быть определены водопадной, иначе можно уйти куда-то не туда. Поэтому текущая разработка ведется чаще всего адаптивно, чтобы не вымучивать из пользователей требования какие-то мелкие на ранних этапах планирования, когда они сами еще об этом не знают. Вот как раз здесь и важен процессный подход. Сама процедура сбора требований, неважно, укрупненных, более детализированных, каких-то совсем небольших в ходе разработки продукта, а затем каких-то изменений уже в ходе эксплуатации продукта, она должна быть очень четко выстроена. Для чего? Во-первых, для того, чтобы обе стороны, даже не обе, а три стороны, заказчик, пользователь и продуктовая группа разработки и сопровождение понимали друг друга одинаково. Соответственно, тем самым и удовлетворенность будет выше, и работы будет выполнена меньше. То есть постараться, насколько это возможно, уменьшить ситуации, при которых что-то будет сделано, не то, что ожидал заказчик или не то, что ожидал пользователь. Я уже не вставляю презентацию, это уже такая банальщина. Это уже такая абсолютная банальщина. Все вот эти вот картинки с весами, со слонами и так далее. Все вы их прекрасно знаете. Поэтому шаг первый, он же постоянный, который должен существовать весь жизненный цикл продукта, еще раз подчеркиваю, даже не только проект, а всего жизненного цикла продукта, пока продукт не будет выведен из эксплуатации. Кто является стейхолдерами или так называемыми заинтересованными сторонами? Да, это, безусловно, заказчики или заказчики. Это представители пользовательских групп. Не обязательно все пользователи, разумеется, это фокус группы. Это команда проекта, и в тех случаях, когда команда проекта, ну это чаще всего и бывает, не совпадает с командой эксплуатации, да, то есть кто будет затем эксплуатировать этот продукт. Потому что чем более детально мы определим состав вот этих вовлеченных, заинтересованных сторон, тем меньше риски, что какие-то требования или какие-то ограничения по реализации или какие-то риски не будут учтены. И, соответственно, все это совместно снижает риски каких-то последующих, каких-то последующих переделок. Как собирать требования? Есть множество способов, мы сейчас про три из них поговорим более или менее подробно. И вот как раз, да, вот в тему вопрос, Вадим, да, вопрос, как удовлетворить желание заказчика может, в конце концов, привести к увеличению начального бюджета проекта и возникновению лишних затрат для исполнителя. Ну, собственно, речь-то об этом как раз и идет. Почему сейчас совмещают подходы водопадные и итеративные? Потому что вот водопадный-то подход, он чем хороший? Потому что там все требования утверждены, подписаны, значит, можно спланировать объем работ, соответственно, понять временные ресурсы затраты. Но обратная сторона любого водопадного подхода всегда состоит в том, что из заказчика, из пользователей, да и из команды приходится, что называется, выцеживать, выдавливать самые мелкие требования, которые могут объективно быть недостаточно понятны на начальных этапах планирования. Риск обратный для чисто адаптивных подходов. Сделаем одну маленькую функцию, там это двухнедельная классическая итерация, другую небольшую функцию, третью, а когда мы сделаем весь продукт? Непонятно, заказчик вообще не понимает, какой бюджет. Поэтому вот комбинация этих двух подходов обычно и используется. Но сама процедура сбора требований, сама процедура сбора требований, она не меняется. Меняется только степень ее детализации. Вот, собственно, три основных процедуры сбора требований, они здесь приведены как раз на слайде. Это регулярное ведение матрицы заинтересованных сторон. В рамках нашего семинара я ее сейчас напомню, но подробно останавливаться не буду. Мы ее очень подробно разбираем и в курсах по управлению IT-проектами, и в курсе по сбору требований и разработки технического задания. Это же, кстати, относится к вариантам использования, к юзкейсам. Тоже я про них упомянул, но подробно это в курсе по созданию ТЗ. А вот есть еще такой хороший вариант, пользовательские истории, мы его будем подробно разбирать как раз в курсе по продукту. Естественно, я на нем тоже сейчас поподробнее остановлюсь. Ну вот давайте начнем с такого, с базового, да, вот то, что идет на самых начальных этапах всегда. И до последних, так сказать, дней существования продукта. Это ведение матрицы заинтересованных сторон и их требований. Вот существует такой шаблон. Он, конечно, может корректироваться, дорабатываться под разные проекты. У меня на сайте можете посмотреть, там выложены примеры. Но вот это такой довольно развернутый шаблон. Ведется он, конечно, не в Word, не в Excel. Для этого лучше иметь что-то типа системы документа оборота, где можно будет историю заинтересованных сторон и их требований накапливать, да, как меняется. Потому что отношения, требования по ходу и разработки, и уж тем более по ходу эксплуатации, разумеется, могут меняться. Ну вот в целом. Значит, ну имя понятно, кто это у нас там. То ли по буквальной имени, то ли это может быть какое-то подразделение, внешняя организация. Должность. Какую роль играет по отношению, ну, к нашему проекту или к нашему продукту? Кто это? Заказчик, пользователь, системный архитектор, кто еще? Дальше вот очень два важных таких и очень полезных. Я, на самом деле, с этой формой работаю сколько, года три, наверное, уже, да. И в 2013 году PMI, проектное управление, вот рекомендовал, очень удобное. И вот эти два столбца, посмотрите. Требования и ожидания, да, требования и ожидания. Это субъективное понятие, требования и ожидания. То есть это субъективное требование с точки зрения кого? Заинтересованного какого-то участника. Это не значит, что то, что он требует, обязательно будет включено в состав продукта. Нет. Но некий сотрудник или некое подразделение, например, считает, что функционал определенный должен быть обязательным. Без этого они продукта в себе не видят. Но это пока что только их точка зрения. И другой столбец, ожидания, да, и вот я так и расписал буквально, хотелки. То есть то, что люди, заказчики, пользователи хотят, может быть, но в принципе готовы смириться, в принципе готовы смириться и без этого функционала, и без этого функционала, в общем-то, обойтись. Почему это важно? Почему это важно? Потому что, как правило, все вот эти требования и хотелки бывают очень противоречивыми. И удовлетворить их все невозможно. Это как раз приведет к тому самому растаскиванию продукта по времени, по срокам реализации, по стоимости. А в каких-то случаях, может, вообще сделать реализацию невозможно. А вот это разграничение субъективное, нам дает возможность уже как-то балансировать. Ну, скажем, заказчик, тот же там представитель руководства, что-то требует, для того, чтобы получить финансирование, его требования надо удовлетворить. Для того, чтобы вот этот вот, назовем так, большой дядя был заинтересован и поддерживал нашу работу, наверное, стоит удовлетворить и его хотелки, постараться включить их в план реализации продукта. А какие-то менее важные, можно будет требования или там вот эти самые хотелки, от них что? Отказаться. Для чего? Для того, чтобы уложиться как раз в сроки, для того, чтобы пораньше вывести продукт в эксплуатацию и так далее. И вот, соответственно, два завершающих столбца влияния стейкхолдера на продукт, на проект и отношение к продукту, к проекту, к его реализации, тоже нужны для того, чтобы понять, какие требования и ожидания, включаясь, с каким приоритетом, а какие можно отложить, например, на следующую итерацию, какие, может быть, вообще придется проигнорировать, потому что невозможно все реализовать. Вот на основании этих полей как раз будет выстраиваться стратегия управления заинтересованными сторонами. То есть в зависимости от того, какое влияние, какое воздействие они могут оказать на проект, какая будет стратегия с ними взаимодействия. То ли наиболее полно вовлекать, стараться удовлетворять максимум требований, часто информировать и так далее. То ли наоборот, где-то, если это рядовой исполнитель, может быть, действовать такими административными методами. Будет продукт, вы с ним будете работать таким образом. Но все равно понимать, потому что рядовой пользователь знает, как он будет работать с продуктом, в отличие от своего начальника. У кого-то интересуют отчеты, показатели, а с конкретными формами работает рядовой пользователь. Поэтому прислушаться надо, но все-таки там стратегия может быть немножко другая. А если, например, оценка воздействия будет какого-то влиятельного лица отрицательной, то есть человек, руководитель, какой-то будет, что называется, палки в колеса вставлять, это может привести тогда либо к отказу от реализации продукта, либо к его переформатированию так, чтобы этот продукт, вот этого негативно настроенного стейкхолдера вообще не затрагивал. То есть исключить его из числа стейкхолдеров за счет переформатирования продукта. И вот эту матрицу, ну даже не матрицу, а обе матрицы, и заинтересованных сторон их требований, и их отношения и стратегии, их по-хорошему нужно вести на протяжении всего жизненного цикла и каждого проекта, и всего продукта в целом. Потому что, ну, это же банальная вещь, все это может меняться, естественно. Человек поддерживал, потом поменялись обстоятельства, он стал прохладно относиться или наоборот, или появился какой-то новый сотрудник, который по-другому смотрит, по-другому смотрит на проблему и, соответственно, может по-другому относиться и к вашему проекту, и к вашему продукту. Опять же, и в плюс, и в минус. То есть это не должны быть какие-то единоразовые документы, их нужно вести, поддерживать в живом состоянии, ну, что называется, постоянно, регулярно. То есть просто даже установить какую-то регулярность оценки. Иногда это бывает раз в неделю, иногда это бывает раз в месяц. В каких-то крупных проектах это может быть раз в квартал, но уж точно не реже. Ну что, давайте сделаем еще, наверное, одну очередную нашу паузу. Я опять включаю всем микрофончики. Пожалуйста, какие комментарии, вопросы будут по матрицам управления заинтересованными сторонами, сталкивались, не сталкивались, какой-то опыт использования, пожалуйста. Только, пожалуйста, погромче, подчетче. Все, микрофончики включены, пожалуйста. Можно поподробнее пояснить о стратегии взаимодействия? Ну, поподробнее, наверное, не совсем у нас получится. Про стратегии взаимодействия вкратце, наверное, немножко. Есть стратегия вовлечения, то есть человека привлекать, чтобы он был, что называется, в нашей палатке. Эта стратегия обычно применяется к руководителям, для того, чтобы они не заблокировали. Эта стратегия обычно применяется к заинтересованным. Так, коллеги, давайте по порядку. У кого там звук идет посторонний? Еще эта стратегия применяется к таким очень заинтересованным, например, пользователям, которые, например, загорят, что им что-то нужно. Вот их лучше вовлекать, чтобы их опыт как раз привлечь. Вот как раз следующим шагом мы об этом и будем говорить. Это инструмент пользовательских историй, user stories, как вот пользователей вовлекать, чтобы они поделились своим опытом и тем самым помогли сделать продукт лучше. Разве это является база знаний, которая фиксируется? Нет, простите, вы не путаете инструменты со стратегией. База знаний – это инструмент. Естественно, вся эта информация, она накапливается в базе знаний. Да, но взаимодействие осуществляется через определенные инструменты. Стратегия взаимодействия, вовлечение. Стратегия взаимодействия, может быть, вот как я уже упоминал, игнорирование информативного. Чтобы такой-то человек перестал быть, например. Стратегия взаимодействия может быть, тоже я упоминал, административная, Когда идет определенное, скажем так, принуждение к использованию. Это основные стратегии, основные стратегии взаимодействия. Пожалуйста, еще комментарии и вопросы. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Для этого уже полезно, как такой более низкий, более детальный уровень, использовать как раз юзер сториз, пользовательские истории. Что они собой представляют? Это буквально такие атомарные описания, атомарные описания атомарных действий пользователя. Для того, чтобы мне создать заказ клиенту, мне нужно иметь возможность выбрать клиента, выбрать товар и его количество. Все. Поэтому они локальные. Это как раз истории, которые применяются уже в рамках адаптивных подходов для реализации маленьких, коротких функций. И именно они позволяют разбить проект. Ну, вот здесь на слайде написано на этапы. Строго говоря, это даже не этапы. Это вот те самые короткие адаптивные, там, скрамовские, джайловские итерации длительностью. То есть в неделю, там, может быть, в две недели, если говорить в терминах водопадного подхода, это пакеты работ, да, вот такие короткие пакеты работ. Ну, ну, как у любого инструмента есть, помимо достоинств, у них и обратная сторона. Ну, во-первых, эти приемы, эти пользовательские истории, они локальны. То есть всегда нужно иметь инструмент, как из этих разных пользовательских историй собрать некое единое цельное видение. Вот у меня тут чуть дальше как раз такая вот иллюстрация, ну, тоже довольно банальная, но со слоном. Да, вот они эти разные пользовательские истории, но каждый видит только свой кусочек. Как из вот этих отдельных кусочков собрать слона, да. Кто-то хобот рассматривает как змею, кто-то там клыки рассматривает, считает, что это вот копьё он или там протыкает и так далее. Да, кто-кто увидит. Это вот как раз и есть тоже вопрос, который уже звучал, который я сам поднимал. Задача некого общего вижен, да, продукта и, соответственно, такого более крупного планирования, которое чаще делается иерархическими методами. С другой стороны, да, их удобно тестировать, по ним удобно осуществлять такую частичную приёмку работ. И это же как раз позволяет тесно вовлекать и команду, и в данном случае пользователей в совместную работу. Как мы вместе это всё сделаем за счёт того, что каждый человек на своём рабочем месте, каждый человек на своём рабочем участке, вот, описывает свои действия. Не какую-то абстрактную программу компьютеру, не какую-то, а описывает, что он может и хочет сделать. Ну, вот, на этом слайде я привёл два примера. Один позаимствовал с Хаббра, а другой на его базе просто вот из своей работы привёл. Давайте сначала по примеру Хаббра. Заказчик отвечает на вопросы. Я как журналист хочу увидеть контактную информацию по статье, которую я сейчас читаю. Для чего? Для того, чтобы немедленно получить доступ к пресс-описи. Смотрите, вот это в качестве того, что я хочу и для чего. Описывается, что здесь роль, мои задачи, или задачи, ну, в данном случае этого некого журналиста, и цели. Для чего делать? Не просто вот хочу-хотел. В любой, даже самой маленькой атомарной функции должна присутствовать конечная, то, что называется, бизнес-цель. Для чего? Что это даст? Ну, и вот я привёл как раз пример. Как руководитель портфеля, который должен мониторить достижение целей, да, то есть для исполнения моей одной из обязанностей, я хочу видеть общую картину про продуктам, так, чтобы они были показаны во взаимосвязи. Почему? Потому что как руководитель, координатор портфеля я отвечаю за множество продуктов, и я не хочу, чтобы они противоречили друг другу, конкурировали между собой за разную аудиторию, или чтобы в рамках разработки этих продуктов какие-то действия дублировались, то есть были двойные и тройные затраты. Как это можно сделать? Сделать это можно достаточно просто. Да, я вот покажу тоже на, значит, примере сейчас дочку. Вот. Это обычный набор досок. Сейчас нам нужно переключиться будет в другую доску. Трелло, наверное, многие слышали, да? Может быть, даже и сталкивались. Так, она слишком. Вот этой доске мы с вами, вот этой доске мы с вами еще вернемся. Я хочу сейчас вот на такую доску с таким вот названием переключиться, да? План по захвату мира, амбициозное название, но тем не менее. Это вот как раз иллюстрация вот этой пользовательской истории, которую я привел. Вот это наша компания, которая занимается разработкой там аудиорешений различных. Всего продуктов очень много. Да, если вы посмотрите, вот много-много-много продуктов. Я хочу видеть, ну, в данном случае я и там основной инвестор, комплексную информацию, укрупненную по всем продуктам. Для чего? Для того, чтобы балансировать распределение ресурсов. Для того, чтобы не выполнять двойную работу, потому что, естественно, есть какие-то общие вещи. Для того, чтобы видеть общее направление развития, соответственно, мониторить исполнение. Вот. Пожалуйста, иллюстрация. Инструмент под названием Трелла дает мне возможность выполнять вот эти составные части моих должностных обязанностей. Все отлично, он меня устраивает. Он меня устраивает. И вот задачей руководителя, ну, в моем случае руководителя портфеля, в более узком понимании, о котором мы сейчас с вами говорим, руководителя продукта, как раз и является, чтобы был виден слон за этими общими частными пользовательскими историями. То есть задачей менеджера продукта как раз и является анализ и сведение всех вот этих различных частных пользовательских историй в некую общую картину. Да, вот, чтобы был виден вот этот общий некий слон. Ну, или вот, переходя от образных выражений, вот опять к примеру, чтобы вот здесь я мог в рамках выполнения своих обязанностей видеть общее состояние по разным продуктам и понимать, что с ними делать. Ну, пока пусть переключается на другую доску, которая нам понадобится. А я, соответственно, пока, опять-таки, ну, давайте, еще у нас маленькая тема, потом дам вопросы. Третий инструмент, третий инструмент сбора требований, который очень активно используется, это различные UML-диаграммы, то есть это варианты использования, юзкейсы, это диаграммы состояний. Мы их подробно очень рассматриваем на, вот как раз, курсе по, вот он, сбор требований и разработка технического задания, да, вот уже я в конце еще раз покажу, мы там подробно это все делаем, практикуем сами, чем они хороши, вот особенно юзкейсы. Вот если пользовательская история, это что-то совсем-совсем описательное, да, и действительно, вот, один из, ну, не то, что недостатков, а рисков, сложно формализовать, то юзкейс это как раз инструмент, который формализует пользовательские истории в нотации Unified Modeling Language. А UML-нотации, в общем-то, понимает огромное количество различных инструментов, ну, вплоть до того, что потом на их основе можно уже интерфейсить. Поэтому UML-нотации в этом смысле очень полезны. Варианты использования обычно строятся таким образом. Во-первых, четко отделить вот эту функцию от окружения, то есть что мы делаем, определить, кто делает, а вот как раз то есть формализация пользовательской истории, и определить, собственно, что делается и в каком случае. Ну, вот, собственно, здесь пример такой. Есть пользователь, который вводит логин на сайт. Если логин введен, он должен быть проверен на корректность. Все, на этом юзкейс совершен. Дальше, как действовать в случае, если логин корректен, как действовать, если там не корректен, это уже следующий набор юзкейсов. То есть такие атомарные действия. Они чем еще удобны? Это можно потом, ну, как я уже сказал, либо просто в API-интерфейсе, и, соответственно, дальше раздать разным разработчикам. При этом будет и целостность, и будет понимание работы, и если продукт надо сделать быстро, очень легко можно распараллелить работу с минимальным риском как раз для той самой целостности. Поэтому тоже инструмент очень удобный, хороший, формализованный. В общем, тоже советую на него внимание обратить. Ну, и вот теперь, наверное, давайте мы с вами сделаем опять же сессию наших обсуждений. Я включаю. Пожалуйста. Так, Андрей, значит, за целостность, практическую пригодность требований обычно отвечают бизнес-аналитики. Ну, да, естественно, это отвечают бизнес-аналитики. А нет. Задача менеджера продукта обеспечить как раз целостность. Менеджер продукта, он организатор, который вовлекает и бизнес-аналитика, задачи и системных аналитиков, то есть задачи разработки тех же, там, юстиниц, которые уже больше уходят в сторону системных аналитиков. Но менеджер продукта может совмещать роль в бизнес-аналитикой. По большому счету, даже, наверное, должен. А дальше уже все зависит от объема продукта, он может совмещать и быть в одном лице менеджером продукта и бизнес-аналитиком, а если продукт достаточно крупный, то у него есть команда бизнес-аналитиков, команда системных аналитиков, которые, вы совершенно правы, выполняют эти задачи, а менеджер продукта все это между собой вот как раз и координирует. И вот как раз мы с вами подошли к вопросу управления требованиями в жизненном цикле проекта, то есть уже не только продукта, но и проекта. И вот вопрос, который звучал в предыдущем нашем раунде обсуждения, да, где вот этот грайд, чтобы с одной стороны и требования были нормально детально собраны, а с другой стороны, чтобы вот это постоянное изменение не привело к бесконечному растягиванию выпуска продукта и, соответственно, сроков и бюджета и так далее, и так далее. И вот как раз, если вы вспомните, я на одном из первых слайдов, когда показывал, так сказать, первоисточники, на которых базируется продуктовая разработка, да, и на которых, соответственно, мы базируемся сейчас, это расширение свода знаний PMBOK для софтверных проектов. PMBOK, Extension for Software Projects, вот они предлагают вот такую схему, вот про нее могу сказать, из своего опыта она очень хорошо работает. Когда-то интуитивно, даже до выхода этого документа ее применяли, после выхода этого документа уже стали применять, мы ее вполне осознанно. Она очень хорошо работает. В чем она состоит? Смотрите, это в чистом виде комбинация лучших свойств водопадного и адаптивного подхода. Вот общее видение продукта Product Vision, укрупненный набор характеристик продукта, разбиение на этапность разработки. Вот эти все действия производятся в рамках иерархических моделей планирования. Ну, это не обязательно водопадное, это может быть водопадное, это может быть набегающая волна, сейчас я расскажу там, в чем разница. Ну, в общем, в целом, это вот иерархические модели планирования, то есть от общего частности. Почему это хорошо? Потому что это дает, как вы видите, возможность посмотреть на продукт в целом. Что он будет делать? Чего он не будет делать? Соответственно, установить те самые рамки и границы разработки сроков, затрат, затрат в бюджетных, ресурсах и так далее. Но, эта комбинация в рамках вот этого вот иеративного цикла, да, вот он, все-таки избегает того, чтобы на этапах раннего планирования, как чисто водопадной модели, вот выдавливать использователи какие-то или заказчики какие-то узкие мелкие частности, да, и вот в рамках каждой итерации, видите, остается свободное пространство, вот оно, дизайн, констракт, тест, тема. То есть, это самый адаптивный цикл, то есть, укрупненно понятно, что должно быть сделано, а вот как должно быть сделано, как будут выглядеть отчеты, как будут выглядеть формы, какие там могут быть, например, проверки на дурака в этих формах, там, как будут выглядеть какие-то справочники, то есть, какие-то именно варианты реализации, эти самые варианты использования, они уже реализуются в рамках адаптивной модели и регулярно вот того самого взаимодействия между командой разработки и заказчиком, вот видите, через этот демо. Разработали, построили, оттестировали, показали, если надо, доработали, то есть, вот эта вовлеченность заказчика и пользователя, она сохраняется на протяжении всего проекта. Это не так же, там, год назад такие планы утвердили, вот теперь мы вам сделали, а заказчик уже и забыл вообще, что там речь была, а пользователи вообще не знают, не знают. То есть, вот такая комбинация. То есть, что она дает? Она дает, с одной стороны, страховку от выхода за сроки за бюджет, то есть, эти рамки все-таки устанавливаются, но внутри этих рамок остаются вот такие люфтовые области-области на свободное согласование. Соответственно, в рамках планирования их просто нужно закладывать. Где-то сделали быстрее, но замечательно, сэкономили время, потом его использовали там, где потребовалось большее количество согласований на работу. Вот это очень, на самом деле, удобная, очень действенная модель, которая позволяет объединить достоинства ранее, ну, скажем, непримиримо конкурировавших подходов водопадного и адаптивного. Вот их, собственно говоря, и согласуют. Вот как я вначале привел, эту фразу, она мне действительно очень нравится, что по большому счету, благодаря вот подобным моделям, вся дискуссия между водопадными и адаптивными моделями сейчас фактически сводится к тому, как определить оптимальную длину итерации в рамках конкретного проекта. Ну, я, в общем-то, в адаптивных скрам-методиках-то не особо силен, я, в общем-то, всегда больше работал по иерархически. Вот сейчас тоже к этим прихожу, вот коллеги, кто там по скраму работал, вот у них, они показывали в сейф стандарте, в сейф сертификации, тут точно такая же модель выходит. Только они идут как бы снизу вверх, а иерархически идут сверху вниз, да, и вот эта точка встречи, она уже, в общем-то, намечена, да. Так, Сергей, что вы имеете в виду в вашем вопросе, где и в каком этапе происходит оценка времени? Какого времени, чего времени? Можете немножко детализировать ваш вопрос? Вот. Оценка времени на самом деле происходит, начиная от вижена и заканчивая вот конкретная итерация. Дальше. Или вопрос в чем-то другом, вы тогда уточните. И вот в рамках одной вот этой итерации, быстрой, как раз и происходит, что планирование, анализ, разработка и выпуск. И вот, то есть вот эти две, то есть вот это вот фактически, вот эта вот итерация есть. Вот вообще итерация есть. Если речь идет об общей оценке длительности создания всего продукта, то она, разумеется, происходит на всех вот этих стадиях, а окончательно утверждается вот этой стадии. К итерейшн фича сет. Вот здесь уже общие все параметры должны быть хорошими заложены. Именно чтобы не растечься, чтобы была понятна дата выпуска продукта и так далее. А то, что вот здесь вот эти вот играющие по длительности итерации, так это как раз то, о чем я и говорил. Здесь ничего страшного. Здесь закладываются некие средние длительности. Какая-то итерация, точнее говоря, какой-то, какая-то группа итераций пройдет для одной фичи быстрее, для другой медленнее, но в целом это все укладывается. Поэтому здесь, как раз, никаких противоречий-то нет. Здесь все довольно хорошо укладывается. А вот как раз на разных итерациях мы производим выпуск с различной степенью доработки продукта. Идет пользовательские истории. Вот можем оценить объемы работ и должны. Затем как раз вот согласовываем, производим проверку. И вот, ну, тут, конечно, такой немножко нечеткий момент. Изменения истории должны быть незначительными. Объемы этих незначительностей по-хорошему должны регулироваться где-то внутренним регламентом, или если это внешняя разработка договора. То есть, что считать за незначительное изменение. То есть, это какой-то процент, доля от объема работы, или какой-то объем трудозатрат, не более чем. Вот, но это, конечно, вот эта вот планка, что считать незначительным, а что значительным можно выносить вообще в следующую, другую версию, это должно быть, конечно, согласовано заранее. А еще лучше, опять же, возвращаясь к процессному подходу, должно быть регламентировано в рамках компании. Ну, допустим, вот в специалисте, ну, правда, тут, честно скажу, долго сапожник был без сапог, но вот все-таки относительно недавно мы регламентировали, что вот этот объем 3 часа. Если вот это 3 часа работы одного разработчика, это считать незначительным. Если больше, это уже значительно и, соответственно, меняется. Так, вопрос в сфере строительства и ремонта. Ну, коллеги, методологии выпуска IT-продуктов к строительству и ремонту, давайте честно скажем, наверное, не очень сильно относится. Вот. Поэтому, что касается, ну, есть типовые риски, вот опять же, мы типовые риски IT-проектов, вот в курсе управления IT-проектами, в общем-то, всегда как раз и рассматриваем этот курс управления IT-проджект менеджментом. Вот. Там есть типовые риски, это риски сопротивления среднего звена, это риски топливовых технологий и так далее. То есть они все, в принципе, есть, они регламентированы. Вот. Сколько на них закладывать, это обычно из опыта и статистики, но тот же PMBOK, например, говорит, что нормальный рекомендуемый резерв и по времени, и по срокам, это всегда 10-15%. Это просто на непредвиденные обстоятельства. А если говорить об управляемых рисках, ну, это на основе как раз базы знаний своего накопленного исторического опыта, как по-другому скажешь. То есть тут каких-то общих цифр, естественно, нет и быть не может. Это из своего опыта нужно уже смотреть. Поэтому как раз когда какие-то процессы внедрения в компании управленческих процедур в области IT в частности, то всегда их же начинают с внедрения двух вещей. Первое – это накопление статистики, а второе – это накопление базы знаний. Пока этого не будет, все эти там разговоры про IT, про продукты, про проекты – это все красивые слова, не более того. Вот тот же IT, я думаю, наверное, почти все сталкивались. С чего начинается всегда внедрение IT-ориентированных подходов. Учет заявок и учет затраченного рабочего времени и накопление базы знаний, чтобы заявки отрабатывались типовым образом. Вот и все. А то, что общие резервы создавать – это да, безусловно. Это безусловно, общие резервы надо создавать. Ну и вот как раз давайте поговорим теперь по моделям планирования. Сейчас вот эти сотрем. Собственно, мы про них уже и говорим, просто оперируя терминами, чтобы четко понимать. Потому что на самом деле разработка продукта, она может идти и адаптивно, и водопадно. Ну а чаще всего она действительно идет вот так, как мы с вами сейчас посмотрели. Чаще всего она идет как раз комбинированно. Если говорить в чистом, абсолютно идеализированном виде, водопадное планирование – это планирование проекта от начала до конца. То есть от бизнес-кейса до передачи в эксплуатацию готового продукта. Действительно, подобный подход, но он не исторически более, так сказать, давно существует. И его действительно предпочитают заказчики и руководства. Потому что этот подход, как в комментарии одного из наших участников звучало, как раз позволяет дать заказчику и руководству информацию по двум ключевым моментам. Когда будет готово и во сколько мне это обойдется в день. Естественно, любой заказчик, неважно, внешне, внутренне, эту информацию иметь хочет. И потом будет требовать, чтобы за эти рамки не выходили. Но недостатком, даже я бы не сказал, что недостатком. Естественным ограничением такого планирования является то, что не всегда можно точно спланировать, особенно в крупных проектах, сложных проектах. Проектах, где большая доля инноваций провести вот такое детальное планирование. Не всегда возможно. Такие есть варианты. Один из подвариантов – это планирование, называемое набегающей волной. Это тоже элемент иерархического планирования, но по-русски это чаще называется планирование от достигнутого. То есть, когда детально планируются и, соответственно, устанавливаются сроки и стоимость не всего проекта, а поэтапно, то есть только на ту глубину, на тот горизонт, который вот сейчас виден и понятен. Тогда, предваряя вполне логичный вопрос, который может появиться, весь проект планируется оценочно, вот примерно до этой стадии, да, то есть общих характеристик, укрупненных характеристик продукта. И на этой стадии обычно точность всех планов составляет примерно плюс-минус где-то 20-25% по деньгам, по срокам и так далее. В принципе, с точки зрения заказчика это нормально. Я за свою практику подобных контрактов подписал очень много. То есть, когда прямо в контракте оговаривается, что стоимость контракта и сроки исполнения от какого-то минимального значения до такого-то максимального. А точные сроки и стоимость будут устанавливаться уже поэтапно. Это вот и есть планирование набегающей волной. И вот когда мы очередную итерацию детально планируем, вот тогда мы уточняем, но не выходя за эти предельные рамки. Это совершенно нормальный подход. Ему совершенно нормально относится. У меня даже буквально сейчас там один консалтинговый контракт крупной организации в работе, который именно по такому принципу и подписан, указана предельная верхняя сумма, указан принцип ценообразования, а на каждый этап мы закладываем. Потому что каждый следующий этап базируется на данных, полученных от предыдущего. До конца проекта сразу спланировать было бы невозможно. Когда набегающая волна хорошо применяется? Вот первый, собственно, я уже случай привел, когда планирование следующего этапа зависит от результата предыдущего. То есть мы не можем спланировать сразу до конца, не получив промежуточный результат. В длинных проектах, то есть когда на выпуск какого-то крупного продукта нужно больше года. Потому что на глубину больше года вы не спланируете, потому что как минимум бюджеты в любой организации расставятся на год. А что вы будете планировать, если у вас на следующий год еще бюджеты нет? Только какие-то оценки. Ничего не можете, только какие-то примеры. И в инновационных проектах, но это близко к первому случаю. То есть вы делаете какой-то этап с тем, когда получаете результат, дальше уже понимаете более точно, куда вам двигаться. Преимущества этих иерархических моделей, да, они понятны. Четкий план на достаточно большую глубину. Очень важно, кстати, то, что для IT, то, что если есть хотя бы укрупненное видение функционала, то можно планировать архитектуру. При чисто адаптивном планировании, проектирование архитектуры затруднено, потому что невозможно сказать, а через два месяца какую фичу захотят, например, пользователи. Вот, собственно, почему вот эта комбинация, она настолько сейчас и популяра. Ну и недостатки про них мы с вами, в общем-то, говорили. Вот давайте еще раз их зафиксируем. Действительно, на ранних этапах планирования нужно уже принимать достаточно серьезные решения. Потом будет тяжело адаптироваться к изменениям, правильно? Потому что бюджеты, сроки утверждены, а вдруг что-то меняется. Вот поэтому как раз, коллеги, кто задавали вопрос, оставлять вот эти люфты как раз удобно. То, о чем я и говорил. Вы примерно сроки знаете, но где-то сработало быстрее, у вас появился запас по времени. А потом этот запас по времени исчерпали при реализации другого какого-то функционала, где не уложились заранее на покупку. Но в среднем в общую длительность проекта вы при этом укладываетесь. Если при этом, опять же, как вопрос звучал, есть какой-то менеджерский запас, то вероятность уложиться в сроки гораздо выше. Вот сейчас, секундочку, у меня в этой презентации нет. Я буквально посмотрю, тот же институт проектного управления тот же институт проектного управления проводил оценку. Это вот этот документ, который выпускался в марте этого года. Он был выпущен. Вы у меня на сайте можете посмотреть. Там аналогичный семинар есть. Вот здесь у меня на сайте презентация. Вот гибкое управление организацией. Это гибкое управление организацией. Вот там эти цифры приведены. Там эти цифры приведены. Я их вам сейчас просто озвучу. Что вот при такой комбинации в бюджет укладывается порядка 66% проектов, в сроки порядка 64%. В сроки порядка 64%. Тоже, заметьте, не гарантия. А вот если использовать чисто вот такую жесткую водопадную модель, то в бюджет укладывается 45%, а в сроки 42%. То есть, ну, как видите, в полтора раза при вот таком комбинированном использовании выше количества и, соответственно, высшей вероятности уложиться в сроки и в бюджет. Ну, еще раз обратите, это две трети. Треть все равно будет, уйдет. Но это лучше, чем 40%. Вообще все эти управленческие методики, они о том, как сделать лучше, они о том, как гарантированно получить идеальный результат. Адаптивные модели основаны на очень тесном взаимодействии. Опять же, адресую первым вводным в нашем слайдах, что адаптивные модели хорошо работают в тех случаях, когда команда инициирована, простите, инициативно и хорошо замотивирована. Ну, вот давайте я вам предложу еще один, второй опрос, который как раз предполагает, как вы видите, как вы используете взаимодействие внутри команды, команды с пользователями, кто отвечает за взаимодействие с пользователями. Пожалуйста, также я даю где-то минутку-полторы, ответьте на вот этот опрос. И как раз поговорим дальше про адаптивные модели. Так, коллеги, спасибо, кто принял участие. Вот как раз у нас двое участников, Игорь и Андрей, возмутились правильным предложенным ответом, что вся команда должна максимально взаимодействовать с пользователями. В каком случае это хорошо работает? В том случае, когда команда замотивирована, инициативно, они хотят получить информацию от пользователя, чтобы выполнить свою работу. Когда они взаимодействуют не только ведь собирают требования, это и показывают промежуточные результаты пользователя. И вот как раз, как показано вот на слайде, который сейчас открыт, последовательно выпускают, ну, иногда говорят релизы, иногда говорят билды, для того, чтобы согласовать и доработать так, чтобы это подходило заказчику и подходило пользователю. И как раз разработчики, когда и взаимодействуя с пользователями, понимают, как пользователь работает, тогда лучше можно понять, а как это сделать. Понять, как, какую операцию нужно сделать пользователю и так далее. Поэтому, да, а вот в том случае, опять же, изначальную установку напоминаю, которая у нас была, если команда не замотивирована, если люди работают от сих до сих и дать им возможность сообщаться, ну, они, конечно, будут делать то, что гораздо, по принципу, чтобы не было проще сделать, и тогда проект скатится в хаос. Другое дело, то, что команда активно взаимодействует с пользователями, понимает, как они работают, участвуют в сборе требований, участвуют в представлении промежуточных результатов, согласовывают эти промежуточные результаты. Разумеется, это ни в коем случае не означает исключение из всех действий менеджера проекта или менеджера продукта. Вот здесь еще один момент, коллеги, которые очень часто смешивают, менеджер продукта и менеджер проекта это все-таки люди разные. И смешивать эти роли категорически не нужно. Менеджер продукта это человек, который отвечает за успех продукта в целом, в том числе, и даже, наверное, в первую очередь, на этапе эксплуатации. Продукт-то нужен не сам по себе, а продукт-то нужен для чего? Для того, чтобы его потом эксплуатировать и от этого что-то получать. Экономическую или выгоду, социальную, или там что-то. А руководитель проекта отвечает за то, чтобы продукт был выпущен когда? В сроке, в рамках бюджета и в соответствии с требованиями. То есть, очень загрубляем, подчеркиваю, очень загрубляем, конечно, наше более сложная ситуация, но менеджер продукта это фактически заказчик по отношению к менеджеру проекта. Вот, поэтому тут момент тоже такой. И поэтому, когда вы говорите, что там возникнет определенный хаос, то, ну, тоже нужно смотреть, кто за что отвечает. Вот, но команду, вот, ключевых людей имеет смысл выпускать на общение. Я более того скажу, вот, по опыту, ну, внутреннюю переписку показывать не буду. В том же, допустим, специалисте, там, ведущие разработчики, они очень часто выступают как эксперты по бизнес-процессу. потому что информационные потоки, когда вот проходят, там, ведущий разработчик сайта, ведущий разработчик, там, внутренне корпоративной информационной системы, они это все знают, у них это все, как на уровне архитектуры в голове, и то есть они понимают, как проходит бизнес-процесс. И когда им говорят, а сделайте нам тут, то у них, вот у этих, моих коллег, у них нормальный вопрос. А зачем вам это? А опишите, как с этим будут работать. И понимаете, здесь на уровень уходить менеджера выше, это не всегда правильно. да, я, допустим, это могу контролировать, как, ну, чтобы это сохранилось в рамках бюджета, чтобы это не уходило какое-то заматывание, но внутреннюю логику они знают лучше. И это правильные вопросы, на самом деле. Поэтому имеет смысл. Хотя риск, о котором вы сказали, что это свалится в хаос, да, он присутствует. Это вот грань определенная, да, вот как сбалансировать. Как сбалансировать. Естественно, вот этапность каждого такого релиза, вот как она, классический. Заметьте, вот эта схема, она равно подходит применимо и к agile подходам, и к иерархическим водопадам. Но только у водопадных здесь на входе будет не user story, а бизнес-кейс. Весь вопрос в уровне детализации, да. Анализ, проектирование, разработка кода, обязательно документируем. Кстати, грех почти всех айтишных проектов, отсутствие нормальной документации. Тестирование и проверка бизнес-соответствия, и потом передача в операцию. И вот это все в цикле, это все вот, вот он цикл. То есть, это как ни назови. Agile, Scrum, MSF, Root. Вот эти вот короткие инкрементальные планы в рамках общих планов. Команды самоорганизующиеся, небольшие, опять же, мы с вами то, что говорили 5-7 человек. Естественно, если это крупный продукт, коллеги, если, я не знаю, кто-то занимается САПом, если кто-то занимается там Oracle Business Suite, Hummingbird'ом или чем-то таким, ну, простите, это сюда не применим. В таком случае крупные проекты разбиваются на несколько небольших модулей. В данном случае разбиение будет идти чаще всего по функциональному признаку. Ну, конечно, это очень правильная вот следующая рекомендация, ну, ее, к сожалению, не всегда удается соблюдать в силу всегдашней нехватки ресурсов, ну, по крайней мере, это то, к чему надо стремиться, да, что разработчики не должны переключаться. Разработчики на самом деле это давно известная статистика, ну, по крайней мере, мне она уже лет 10 известна, сколько она до этого существовала, не знаю. Просто проводили замеры, если программиста вот дергать задачи на задачу, типа, ну, тут же немножко быстренько сделанная, потом вернешься к своей основной задачи, то совокупная производительность падает на 20%. То есть, если сделать А, а потом Б, это условно заняло 10 дней, а если начало работать на Да, потом переключили на Б, потом вернули К, то это в сумме займет 12. И причина тоже ведь совершенно понятна. Человек должен переключить мозги, вникнуть в другую задачу, потом что-то там забудет, упустит, ему нужно опять время, чтобы включиться в ту задачу, которую он отставил, и то же самое касается работы над ними проектной подпроектной. Вот. Ну и опять же возвращаясь к минимизации вот этого риска слона по частям, да, в команде должны быть и узкие специалисты, то есть те, кто видит, вот только то, что хоп, от это копье, да, вот он протыкает. И должны быть специалисты широкого профиля, вот это как раз больше роль системных аналитиков и бизнес-аналитиков, которые как раз видят продукт, видят систему в целом. Поэтому вот эта вот команда 5-7 человек, она как раз обычно и должна так строиться. Один-два человека, это специалисты широкого профиля, и 3-4 человека, специалисты как раз узкопрофильные по своей области. Какие еще риски могут накапливаться в адаптивных моделях? Накапливание ошибок от итерации к итерации. Да, это действительно может быть это риск, ну, ведь пока пользователи не начнут работать в боевых условиях, да, как бы так, на демо все хорошо, а потом что-нибудь вылезет на боевых условиях. Самый основной риск адаптивной модели неопределенность с итоговыми характеристиками проекта. Почему вот опять же возвращаясь вот этому слайду, к этой схеме, вот именно эта схема сейчас становится наиболее популярной. Есть общие границы продукта. Люфт только в определенных рамках. И это же, кстати, касается и управления рисками. Видите, как раз следующий слайд. Видите, вот эти вот итерации для того, чтобы управлять рисками, как раз комбинировать. Есть риски общепродуктовые, а есть вот текущие, вот их отлаживать, отрабатывать в рамках вот таких итераций инкрементных коротких инкрементных итераций. Ну и собственно вот то, что я многократно подчеркивал, вот мы зафиксировали. Успешность адаптивных моделей очень сильно зависит от мотивированности и вовлеченности всех сторон. Заметьте, сюда мы добавили уже и пользователей. Пользователи работающие из-под палки это тоже в общем никому не нужно и от них мы ничего не добьемся. Это тоже повод задуматься какую модель планирования в большей степени применять. То есть да, комбинировать, но куда все-таки больше смещать? Больше в сторону адаптивности или больше в сторону такого жесткого административного планирования по водопадным иерархическим моделям. Если люди не замотивированы этот ползунок он будет уходить в большую сторону жестких иерархических моделей. То есть ты мне дай ответ и так потом будешь работать. Если мотивированы можно больше уводить в сторону адаптивного. Как комбинировать вот как раз крупные проекты или портфели проектов? Ну отчасти я уже начал показывать. Давайте вот вернусь напомню как раз на своем примере. То есть вот общая доска где общая картина по всем продуктам. Если я хочу уйти в какой-то конкретный продукт то у меня для него есть своя доска где ну вот уже классическая идет скрамовская доска да то что в обсуждении то что должно быть сделано то что в работе то что уже сделано. классический скрамборд он же бэклог да в общем чем удобно для планирования дальше подобные доски могут детализироваться до уровня отдельных я покажу свой да я вот сегодня первый день из отпуска так что у меня пока доска короткая да что в работе что должно быть сделано что там находится в мониторинге и так далее вот то есть таким образом на уровне инструмента тоже происходит комбинирование портфель продуктов отдельные продукты и работа отдельных каждого отдельного сотрудника то есть ее соответственно можно тогда и мониторить и смотреть загрузку человека чтобы понятно видеть там где-то есть перегрузка угроза сроком и так далее вот ну и собственно вот мотивация команды мотивация команды тоже вопросы уже звучали еще раз скажу это конечно совершенно отдельная тема да вот этот лозунг люди должны видеть что-то больше чем задач виднее по общую перспективу действительно очень полезно чтобы любой разработчик вообще хотя бы на общем уровне понимал что из себя будет представлять продукт и самое главное что он даст есть такой принцип он кстати пришел из иерархических моделей он пришел из иерархических моделей what you need for me да может быть кто-то слышал давайте я здесь напишу YIFM вот что в этом для меня наверное рядового разработчику наша компания увеличит на 15% свою прибыль ну что скажешь рядовой разработчик ну молодцы мне то что сэп вот что тебе сэп премии отправят на конференцию на обучение там еще что-то то есть человек должен понимать за счет чего выиграет компания какая его будет тоже награда в этом общем в этом общем выигрыш тогда можно говорить вот как раз уже о такой команде мотивированной но все равно это все далеко не так просто я помню вопрос Игорь по-моему задавал все равно это предмет очень-очень отдельного разговора если говорить о тренингах в том же специалисте несколько разных есть тренингов личностные тренинги есть там курс по управлению проектной командой там вот методики не только ведь мотивации мотивация что такое мотивация это привязка к личностным ожиданиям и личностным интересам каждого отдельного человека у вас совершенно нормально сидит два разработчика на одинаковые позиции делают в общем схожие задачи там по сложности по инструментарию а у них интересы разные и одного вы будете мотивировать условно говоря материально а другого карьерным ростом а третьего тем что отправить его не знаю крутую конференцию с докладом и фирма за него заплатит понимаете если вы человеку а скажете что он поедет на конференцию скажет да не 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 свят свят никуда я не поеду я вот тут лучше посижу для него это будет не мотивация а наказание а для разработчика это наоборот там супер мотивация вот то есть там как раз на этих курсах рассматриваются вопросы связанные с тем как что-то ну как это называется психотипы выявить это чем человек заинтересован это уже во многом задачи даже не столь менеджера проекта или менеджера продукта сколько задач такого нормального хорошего HR а менеджер продукта просто или менеджер проекта эти вещи должны понимать что они существуют и взаимодействуют соответственно с HR эти наши продукты и проекты он не может быть вот таким неким мегамонстром который вот это все в общем знает и умеет менеджеры менеджеры должны понимать как выстроить как выстроить взаимодействие да как выстроить взаимодействие ну и завершается собственно все вот регулярными улучшениями уже выпущенного продукта кто вот сталкивался с проектом я думаю таких наверное большинство ну собственно это вот принцип continuous service improvement да постоянное улучшение продукта постоянное улучшение услуги почему оно востребовано потому что технологии меняются появляются новые возможности потому что что-то делают конкуренты потому что компания хочет открывать какие-то там новые для себя рынки новые продуктовые линейки уже не айти продуктовые каких-то продуктов которые выпускает сама компания ну и так далее и так далее вот поэтому вот обратите внимание значит коллеги завершая прежде чем перейдем к финальному нашему обсуждению на что хочу обратить внимание да значит вот эти вопросы которым посвящен сегодняшний семинар наш наиболее полно рассматриваются вот в этих двух курсах это основы управления айти продуктом ближайший курс будет в конце сентября это вот именно продуктовое управление в большей степени ориентированное на адаптивные методики вот это google вот это все направление yahoo и ну вот мы сегодня с вами много говорили про сбор требований да вот весь этот инструментарий сбора требований разработки тех заданий вот отдельный курс свой два дня вот это вот два дня и вот это вот два дня свои ну а эти вот как бы понятно да общий цикл управления проектом в области айти это пятидневный такой тоже очень подробный курс с практиками вот тоже вот как раз и будет на следующей неделе по тезе в сентябре в середине сентября будет курс причем если я правильно помню там будет курс на английском вот это вот версии который будет давать повышенное количество педию вот для тех кто заточен больше на работу в международных компаниях соответственно и курс будет идти на английском языке вот поэтому посмотрите все это детальное изложение так или иначе есть присутствует вот кого интересовало интересовали вопросы связанные с командой вы всегда можете посмотреть поискать это раздел ну их два даже здесь нужно раздела смотреть на сайте это во первых я покажу раздел свой в котором я лучше естественно ориентируюсь по управлению проектами вот здесь разделе управления проектами лучше всего всегда смотреть на сайте вообще имейте ввиду справа вот так называемые интерактивные путеводители они очень информативны поискать вот это вот как раз здесь есть где-нибудь у нас вот управление командой проекта как раз инструменты мотивация то что я в конце сейчас говорил вопрос связанный с выявлением психотипов людей там и так далее это все здесь рассматривается вот ну плюс мои коллеги это уже не моя естественно специализация мои коллеги которые занимаются HR менеджментом здесь на первой странице сайта вот по направлению тоже можно как раз посмотреть управление персонала там уже такие более тонкие моменты связанные там мотивационные все это тоже все это тоже есть можно посмотреть выбрать или пригласить своих HR да потому что еще раз говорю ну в общем вряд ли там IT проектный продуктовый менеджер может быть таким уж прям гуру в области мотивации в области мотивации команды ну вот видите здесь вот кстати этот же курс тоже наш указан в управлении командой проекта вот всякие там HR практики оценки персонала в общем там вот свои свои соответствующие вещи есть тоже обратите тоже обратите внимание ну и предваряя возможные так сказать вопросы значит где можно будет посмотреть эту презентацию эту запись значит презентация будет доступна ну буквально там наверное сегодня вот у меня на сайте да соответственно адрес сайта как я и обещал в конце ну вот очень очень простой д1сиском ну и соответственно вот моя моя почта там же у меня на сайте соответственно вот всякого рода там демонстрационные материалы можете всегда посмотреть вот запись видео ну обычно после проверки 7-10 дней проходит появится на сайте специалиста на сайте специалиста запись будет можно будет найти двумя способами скажем так либо через меню вебинары да вот меню вебинары вот здесь видеозаписи прошедших вебинаров ну и дальше по направлению менеджмента ну какое-то время она конечно провисит в новом видео ну а потом вот здесь вот в управлении проектами в менеджменте вот здесь вот где-то появится ну вот видите как раз там прошлые мои там семинары моих коллег вот они здесь есть тоже можете посмотреть если кто на них не присутствовал не смогли их тоже можно всегда освежить либо другой путь тоже по сайту раздел о центре раздел о центре в разделе о центре найти преподаватели ну и по алфавиту найти меня и вот так у каждого сотрудника там своя подборка вот соответственно видео своя подборка видео спасибо всем тогда за участие вот более подробная информация как вы понимаете на более углубленных мероприятиях курсы как найти да когда уже два часа двух по пяти дней полностью углубленно с практиками так что welcome как говорится вот ну и будут какие-то вопросы пожалуйста пишите смотрите еще раз всем спасибо всем удачи успехов удачи 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 удачи